Здравствуйте! Сегодня 23 июля и мы продолжаем нашу ежедневную рубрику «Народный календарь». Далее видео вас ждет «Народные приметы» и что же было интересного в этот день. Приятного просмотра! 23 июля имеет народное название Антоний Громоносец в честь памяти основателя Киева-Печерской лавры и покровителя всего русского монашества преподобного Антония Печерского. Святитель обладал даром чудотворения, исцелял больных и предсказывал события. Громоносцам же день назвали в связи с тем, что наши предки подмечали. В Антонии в день очень часто портились погодные условия. Гремели раскаты грома и сверкали молнии. По народным поверьям, молния не бьет в ореховое дерево, в крапиву и в дом, на котором есть гнездо аиста. Помните, что во время грозы нельзя укрываться под деревьями или в воде. Также в этот период на водоемах обычно зацветает трава-водоросль – ряска. На Руси ее называли «утиная трава», так как ее использовали в качестве корма домашней птицы, а при обильном цветении даже скармливали домашнему скоту. В народе к этой траве относились по-особенному. Ряску собирали вилами с поверхности прудов, грузили ее в специальные корзины и относили на птичьи дворы. Считалось, что от поедания этого водного растения птица быстрее нагуливает вес, а у кур, к тому же, повышается яйценоскость. Собирали ряску и деревенские знахари, так как в давние времена на Руси ею лечили многие кожные заболевания. Аллергию, астму, болезни глаз использовали в виде болеутоляющих припарок при ломоте в суставах, ревматизме, подагре и геморрое. Рожденным в этот день необходимо научиться быть более мягкими, дипломатичными, и тогда для них не будет препятствий нигде и никогда. Счастливое число именинников цифра 5, благоприятный цвет, все серебристые оттенки, а наилучшим талисманом является бриллиант. Свои именины празднуют Антон, Аполлон, Александр, Вианор, Даниил, Георгий, Леонтий, Нестор, Петр, Степан и Силуан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова